Цифровая трансформация Цифровая трансформация – один из наиболее ярких процессов, происходящих в мире в последние десятилетия. Цифровые технологии преобразуют привычные нам механизмы и процессы. Меняются государства, меняются корпорации, обновляются различные сферы культуры и науки. Развитие IT-отрасли активно поддерживается государством. Основным направлением реализуемых стратегий развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации является развитие кадрового потенциала, а именно увеличение количества специалистов с развитыми цифровыми компетенциями в различных отраслях экономики. Школы и университеты нуждаются в создании новой цифровой дидактики и педагогики, расширении сферы применения электронных решений и сервисов образования. Москва, как современный и динамично развивающийся город, также нуждается в молодых и компетентных кадрах, готовых к работе в насыщенных цифровыми сервисами и технологиями городской среде. Городские организации и службы Москвы формируют запрос на экспертов и команды, обладающие высокой цифровой культурой и компетенциями. Динамика изменений технологии отношений увеличилась. Нам нужно строить программу подготовки студентов, которые выживут в быстро меняющемся мире. Нам нужно научиться не только готовить таких студентов, но и рассказать всему университету, как это делается. Мы разрабатываем у себя тиражуемые модели нашего опыта, которые можно передать другим структурам. Задача вторая, которую мы себе поставили, не только применение новых цифровых инструментов, но и изменение модели передачи знаний. Наша миссия — осознать новый мир, новые понятия, новую философию, которую мы вкладываем в цифровую дидактику, а может, в цифровую педагогику. Наша третья задача — это наш город. Анализ среднесрочных прогнозов по развитию отраслей подтверждает запрос на цифровые кадры. Так в медицине растет спрос на развитие управленцев с цифровыми компетенциями, которые смогут принимать решения на основе анализа данных. В логистике продолжается развитие технологии управления транспорта и складов, а в промышленности появляется потребность в развитии технологии дополненной виртуальной реальности на производстве. Это позволит одному высококвалифицированному инженеру контролировать сервисные и ремонтные работы одновременно на нескольких предприятиях без необходимости физического присутствия. Количество вакансий для специалистов, работающих с большими данными, каждый год увеличивается. За последние два года на 234% вырос спрос на специалистов в сфере данных. Востребованность специалистов по машинным обучениям увеличилась на 89%, специалистов по блокчейну на 16%. По данным экспертов Российской Академии народного хозяйства и государственной службы, более 60% учителей оказались не готовы к быстрому переходу на дистанционное обучение, сказав, что у них отсутствует такой опыт. В сфере образования цифровые решения внедряются медленно. Цель нашего проекта – создание стратегической академической единицы исследовательского и образовательного центра в сфере цифрового образования. Мы несем большую социальную ответственность перед обществом и будущими поколениями, поэтому Московский городской университет фокусируется на создании новых образовательных, исследовательских и управленческих практиках, направленных на социально-экономическое и технологическое развитие региона. Основные направления нашей работы – это разработка, апробация и масштабирование моделей сотрудничества с различными негосударственными организациями и бизнес-партнерами. Разработки в области цифровой дидактики и педагогики, а также диссеминация результатов через процесс обучения различных слоев населения. Являясь частью общей системы образования страны, ВОЗа имеет целый ряд объективных ограничений, которые объясняют известную консервативность университетов. А именно требования стандартов, положения, регламентов, ограниченность материально-технической базы и ее быстрое старение. Решением этой проблемы может стать развитие и поддержка сетевых программ, которые должны быть организованы совместно с технологическими партнерами. Технологические партнеры обычно обладают современным оборудованием, современным программным обеспечением и конкретными кейсами решения реальных производственных задач. Благодаря этому наши студенты будут иметь доступ к самым наилучшим прогрессивным технологиям, используемых сегодня реальным сектором экономики. За последние два года Институт цифрового образования реализовал совместно с бизнес-партнерами, государственными структурами и негосударственными организациями несколько проектов, успешный опыт проведения которых дает основания масштабировать новые модели взаимодействия на весь университет. Например, совместный проект с благотворительным фондом «Вклад в будущее» Сбербанка России, в рамках которого эксперты университета разработали открытый курс для учителей и студентов педагогического направления по методике преподавания основ искусственного интеллекта в школе. В ноябре 2020 года стартовало обучение по разработанному курсу на платформе фонда с проверкой итоговых работ преподавателями института. Открытые курсы были записаны и разработаны в сотрудничестве с Управлением стратегического развития университета. В проекте по разработке онлайн-кружков для учащихся русских школ за рубежом приняли участие не только преподаватели Института цифрового образования, но и наши коллеги из Института культуры и искусств и Института естествознания и спортивных технологий. Кружки были созданы в формате открытых курсов по программированию, технологиям виртуальной дополненной реальности, робототехники, экологии и русской культуры. Разрабатывались эти курсы с дальнейшим размещением на платформе «Универсариум». А завершилось обучение выездными очными мастер-классами преподавателей в страны ближнего зарубежья. Большое внимание в Институте уделяется вовлечению студентов и магистрантов в совместную проектную деятельность. Примером такого опыта является проект по обучению учителей Московской области применению пакета свободного программного обеспечения. Совместно с разработчиком продукта преподаватели Института разработали тренерский курс и подготовили тьютеров из числа студентов старших курсов Института, которые потом работали в качестве тьютеров на программе повышения квалификации учителей. Другим интересным проектом стало сотрудничество с Яндекс.Лицеем, когда студенты выступали экспертами в апробации курса по программированию на языке Python. В ноябре запущен конкурс STEM-проектов при поддержке известной компании Lego Education для студентов университета. Конкурс реализуется не только нашим институтом, но и поддержан нашими коллегами, Центром творчества StartPro, Институтом психологии и педагогики и Институтом непрерывного образования. Целью проведения данного конкурса является развитие дополнительных компетенций наших студентов в области STEM-образования и методики организации учебной деятельности с использованием оборудования Lego Education. Партнер Lego Education обеспечивает грантовую поддержку победителей. Хорошим примером обновления образовательной программы является программа бакалавриата по направлению бизнес-информатика. К работе над модернизацией этой программы были привлечены представители бизнеса, педагогического сообщества, использовались результаты нашей научно-исследовательской работы, был проведен анализ потребностей кадрового рынка Москвы, и программа бакалавриата обновила и название, и содержание, и изменилась в программу аналитика данных и эффективное управление, которая вошла в топ-10 программ МГПУ с конкурсом более чем 36 человек на место. Актуальность обновления образовательных технологий обусловлена изменением традиционных дидактических подходов в условиях цифровой эпохи и охватывает различные аспекты, связанные с концепцией цифровой дидактики. Переосмысление различной дидактики должно стать необходимым условием для более эффективного использования цифровых технологий. Уже сейчас проводится ряд исследований, направленных на анализ факторов, формирующих цифровую дидактику, выделить преимущества и недостатки различных технологических обучений в аспекте их трансформации и переносе в цифровую образовательную среду, определяются механизмы и дидактических инженерии. Третьим значимым направлением нашей работы является распространение опыта и популяризация результатов научных исследований среди педагогического сообщества и горожан. Определенный задел в этом направлении у нас уже есть. Институт цифрового образования университета проводит пул мероприятий, в рамках которых ведется диалог с коллегами, учителями, бизнесом, развитие цифровой дидактики, проходит обмен опытом, поиск новых тем и связей. Действительные регулярные мероприятия для поддержки учителей и учащихся, «Большая перемена», «Математические четверги», вопросы цифровой дидактики и применения цифровых инструментов в учебном процессе рассматриваются на наших традиционных мероприятиях «Цифровая среда» и освещаются в выпусках нашего дайджеста «Цифровые технологии в образовании». Тренды, новации и перспективы обсуждаются на научном клубе. Сейчас мы готовим такие мероприятия, как стратегическая сессия прогнозирования трендов в образовании, «Олимпиада цифрового искусства», «Диджитал арт» и «Олимпиада цифровой дебют». Защита проектов, в которых планируется в формате мини-презентации. Большое внимание в институте мы уделяем также дополнительному профессиональному образованию. Тематика занятий формируется на основе спроса и по результатам нашей научно-исследовательской деятельности. Некоторые программы мы реализуем совместно с бизнес-партнерами в сетевой форме. Отвечая на глобальные вызовы в соответствии с направлением нашей работы, мы выделили следующие ключевые показатели успешности реализации нашего проекта, а именно число сетевых образовательных программ высшего образования, в том числе предусматривающих индивидуальную траекторию, число грантов и партнерских контрактов для реализации проектов в области цифрового образования, включающие в себя и проекты в рамках взаимодействия в консорциуме, число слушателей программ ДПО, направленных на развитие цифровых навыков и компетенций. Спасибо за внимание!